Этот мальчик 35 лет прожил в бункере, впервые в жизни увидел реальный мир и теперь за ним гоняются психиатры. Давайте выясним, что же он натворил. Эта история происходит в США в середине 20 века. В то время американцы очень боялись ядерного удара со стороны СССР и строили подземные бункеры на случай ракетной атаки. Группа богатых горожан устраивает вечеринку, выпивает и болтает о политике. Они включают срочное обращение президента Кеннеди и узнают, что согласно данным разведки СССР строит на Кубе ракетную базу. Богачи тут же прекращают вечеринку и расходятся. В доме остаются только Келвин Уэббер и его беременная жена Хелен. Они тут же спускаются в свое подземное убежище. Оказывается, Келвин построил его втайне от всех и собрал там запас продуктов на много десятков лет. В этот момент в небе над США пролетает американский истребитель. Пилот сообщает диспетчеру о серьезной поломке и просит разрешения на посадку. Двигатель самолета загорается, и пилот катапультируется. Истребитель теряет управление и падает прямиком на дом Уэбберов. Келвин понимает, что произошла катастрофа. Он уверен, что это была ядерная бомба, которую сбросил СССР и приказывает жене ни за что на свете не покидать убежище. Замок бункера автоматически закрывается. Им придется сидеть здесь 35 лет. На следующий день люди собираются на месте крушения истребителя. Они видят руины дома и решают, что Келвин и его жена погибли, ведь никто из них не знал о тайном подземном бункере этой странной семейки. Хелен в отчаянии из-за того, что ей придется всю жизнь провести под землей. Келвин пытается ее поддержать. Он постарался сделать свое убежище похожим на настоящий дом, но женщине все равно очень страшно и одиноко. Вскоре у нее начинаются роды. На свет появляется маленький здоровый мальчик. Ему дают имя Адам в честь первого человека на земле. Семья постепенно привыкает к своей странной жизни в бункере. Проходит целый год, и Адам делает свои первые шаги. Еще несколько лет, и он уже умеет хорошо разговаривать и читать. На месте их разрушенного дома власти решают построить закусочную. Во время строительных работ инженеры натыкаются на что-то железное, однако думают, что это сборник опасных отходов и не трогают его. Вскоре там открывают большую закусочную. Здесь подают коктейли и другие напитки. Это место становится очень популярным. Адам подрастает. Родители учат его боксировать и танцевать, однако при этом ему очень одиноко. На месте закусочной открывается пивной бар. Он тоже пользуется популярностью. Вскоре там начинают собираться все неформалы города. Отец пытается дать Адаму хорошее образование. Он учит парня финансовой грамотности, а также французскому и латыни, а также вручает ему свои акции и бейсбольные карточки. Адам празднует свой очередной день рождения. Родители дарят ему новый пиджак и роликовые коньки. Парень признается, что его самое большое желание – познакомиться с девушкой. Отец говорит, что через два года они смогут выйти наружу, а значит, Адам найдет себе подружку. Если люди, конечно, не стали мутантами. Итак, с момента аварии происходит 35 лет. Автоматический замок бункера открывается. Келвин и Хелен бегут к металлическим дверям и отпирают их. Путь к свободе открыт. Но нельзя спешить, ведь нужно соблюдать осторожность. Семья решает подождать до полуночи. На месте пивного бара теперь собираются бездомные, выпивают и ругаются друг с другом. Внезапно земля под ними начинает трястись, открывается подземный проход и оттуда появляется Келвин в костюме химзащиты и с фонариком в руках. Бездомный теряет сознание от шока. Келвин выбирается на улицу и видит, что его дома больше нет. Он бегает по улицам и пытается понять, что произошло за последние 35 лет. Похоже, наступила эпоха пьянства, бандитов и совсем не детских развлечений. Келвин возвращается в бункер и сообщает жене и сыну, что из-за радиации люди мутировали, начали есть из мусорных баков и даже меняют свой пол. Мужчина предлагает семье остаться в бункере. Хелен категорически против. Она хочет, чтобы их сын наконец-то увидел солнце и океан. У Келвина случается сердечный приступ. Адам решает пойти наверх, чтобы пополнить запасы припасов и медикаментов. Мать дает ему деньги и подсказывает, где можно купить еду и алкоголь. Отец просит сына не заходить в магазины для взрослых, так как там распыляют отравленный газ. Адам поднимается на поверхность и в очередной раз пугает местного бездомного. Он выходит на улицу и впервые в жизни видит солнечный свет, машины, дома и других людей. Парень с восторгом смотрит на небо и на случайных прохожих. Келвин и Хелен очень переживают за сына и надеются, что с ним все будет хорошо. Тем временем Адам впервые катается на автобусе и спрашивает дорогу к местному супермаркету. Там он хочет купить котлеты для гамбургеров, но узнает, что за 35 лет они очень подорожали. У него не хватит наличных на все покупки. Чтобы раздобыть денег, Адам решает продать коллекцию бейсбольных карточек, которые подарил ему отец. Хозяин спортивного магазина пытается обмануть Адама, и купит все его ценные карточки всего за 500 долларов. Однако продавщица по имени Ева признается парню, что они стоят намного дороже. Ее тут же увольняют. Адам и Ева уходят вместе. Девушка хочет убежать от своего нового знакомого, так как он ведет себя слишком странно. Тогда парень обещает подарить ей свою самую дорогую карточку, если она ему поможет. Ева везет нашего парня в ближайший отель. Адам снимает большой номер с телефоном на 18 этаже, смотрит в окно и чертовски пугается высоты. В его номере звонит телефон. Это Ева. Она хочет вернуть Адаму подаренную бейсбольную карточку, так как она слишком дорогая. Тогда парень нанимает свою новую подругу в качестве личной ассистентки. Она должна продать все его бейсбольные карточки и помочь ему купить несколько грузовиков с продуктами. Они арендуют грузовик и огромный склад и закупают провизию, которой хватит как минимум на 10 лет. Адам дает Еве новое задание. Ему за две недели нужно найти себе жену, но он не знает, как это сделать. Наши герои едут домой к Еве и там встречают ее бывшего парня. Девушка признается, что никак не может найти себе любимого. Дома они едят суши и пьют шампанское. Товарищ Евы по имени Трой пытается выяснить, кем работает Адам и откуда он приехал. Но наш герой не выдает свою тайну. Тем временем в бункере Хелен выпивает пару коктейлей и решает подняться на поверхность. Что ж, очередной нервный срыв у местного бездомного. Оказывается, он успел собрать здесь целую секту. Испуганная женщина тут же возвращается назад. Адам покупает себе новую одежду и ролики, о которых он давно мечтал. Он катается по набережной и радуется, словно ребенок. Парень впервые видит океан и тут же бросается в его волны. Ева убеждается, что ее новый друг – настоящий псих. А еще наш герой впервые попадает под дождь, и это тоже вызывает у него бурю эмоций. Ева обещает помочь ему найти жену и вместе с Адамом и Троем отправляется в ночной клуб. Там Адама знакомят с красоткой по имени Софи. Они оба знают французский и быстро находят общий язык. Ева начинает ревновать. Адам рассматривает местных девушек и пытается найти себе среди них жену. Он подходит к довольно милой девушке и приглашает ее на танец. Адам танцует и с ней, и с ее подругой и выглядит, как настоящая звезда этой вечеринки. Не зря мама постоянно его тренировала. Ева ревнует еще больше. Адам пытается признаться ей в своих чувствах, но их прерывает бывший парень Евы. Он приглашает девушку на свидание, и она соглашается, чтобы разозлить Адама и заставить его ревновать. Ее план срабатывает. Между Адамом и экс-бойфрендом Евы происходит драка, из-за чего девушка скандалит и уходит домой. Трой признается Еве, что Адам покинул клуб в компании красотки Софи. Увидев реакцию девушки, ее товарищ тут же понимает, что она в него безумно влюблена. Ева выбегает из дома, чтобы поехать к своей конкурентке и побить ее. Однако домой неожиданно возвращается Адам. Поначалу они скандалят и ругаются, но потом все же мирятся и даже впервые целуются друг с другом. Наш герой пытается рассказать Еве историю своей жизни. Однако его слова звучат так безумно, что девушка ему не верит. Она паникует, и в очередной раз убеждается, что ее новый парень настоящий псих, поэтому прогоняет его из своего дома. На следующее утро Адам снова приезжает к Еве. У нее дома сидят работники органов опеки. Оказывается, девушка позвонила в социальную службу и рассказала о своем безумном друге. Теперь они хотят забрать парня в специализированную клинику. Однако на улице Адам сбегает, угоняет грузовик, таранит машину социальной службы и уезжает прочь. Он возвращается в свой бункер в компании местного бездомного и хвастается, что купил все нужные продукты. Их нужно быстро спустить в убежище, пока парня не поймали психиатры. Еву мучает совесть. Она чувствует, что поступила неправильно и вместе с троем едет в отель Адама. В его гостиничном номере девушка находит множество вещей из 1960-х годов и понимает, что Адам ей не врал. Среди его вещей есть старые акции, стоимость которых выросла в несколько тысяч раз. И теперь они стоят миллионы долларов. С помощью троя Ева находит место, где расположен вход в подземный бункер Адама. Оказывается, сверху находится магазин для взрослых, а под ним – убежище парня и его семьи. Ева замечает Адама буквально за секунду до того, как он спускается в бункер, бежит к нему, обнимает и целует. Они спускаются в убежище вместе, и парень знакомит возлюбленную со своими родителями. Наш герой говорит, что вернется в бункер через два месяца, так как сейчас у него есть важные дела. Но сначала они пообедают вместе, так как отцу нужно преподать сыну урок полового воспитания. Благодаря сохраненным акциям компании IBM, которые фантастически подскочили в цене, Адам становится миллионером. Строит шикарный особняк в престижном районе города и покупает красный кабриолет. Вскоре наш герой перевозит своих родителей в новый дом. Поначалу он не признается им, что никакой ядерной атаки на самом деле не было. Но потом все же рассказывает отцу всю правду. Келвин так радуется распаду СССР, что не очень переживает по этому поводу. Но маме они решают ничего не рассказывать.